Не знаю, что-то я на работе, работая, все нормально, все устраняется. Я говорю, смотри, давай так, черчу табличку, я говорю, давай представим картину, что у тебя вот выбор, либо туда, либо туда, либо сюда. Ты выбираешь работу по найму. Вот ты пришел на работу, первый месяц, сколько ты заработаешь? Максимум, ну да, я же пришел, мне оклад дали, определенную сумму, 15 тысяч рублей, давайте 20, давайте 20, чтобы человек уже на хорошую работу сразу пришел, и хорошо ему начали платить. 20 тысяч рублей. В первый месяц ты заработаешь 20, он говорит, да. Во второй месяц 20. По итогу года в 12 месяце сколько ты получишь? Он говорит, ну 20. Одну. Ну в плюс премия. 5 тысяч рублей на Новый год. Так вот давай посчитаем, сколько ты за год заработаешь. 20 на 12. 20. 245 тысяч рублей за год. Вот твой год в жизни. Это твой год в жизни. Столько стоит. Давай представим, чтобы ты стал предпринимателем. Сколько нужно денег, чтобы стать предпринимателем? Ну что, более-менее нормально. Обычно цифра начинается с миллиона. С кредит. Я говорю, давай так. Миллион ты вложил. Первый месяц, сколько у тебя? Минус миллион. А при двух года. А тут непонятно. Потому что ситуация может поменяться кардинально на 360 градусов буквально вот так за два месяца. Первые полгода у тебя все прошло, все хорошо было. А потом раз государство что-то придумало. И тебе приходится все менять. Или вообще ситуация меняется. Либо ты заработал по итогу года, что-то, да, какой-то минус отбил, либо ты потерял. Как показывает практика и статистика, в большинстве случаев, в первый год большинство предпринимателей просто закрываются, идут на работу, чтобы оплачивать вот эту ипотеку, которую взяли. На крыти дела. И давайте представим, что вы пришли. Ты приходишь в Эйфлэйн по-серьезному. Вот точно так же, как и сюда. И точно так же, как и сюда. Вот здесь человек выкладывается на работе? Ну, не всегда. Да, но в основном с него требуют достаточно, потому что работодатель имеет право. Он платит за осуществление. Он платит за осуществление. И про все дела не получится. Но умудряются приносить просто свое тело, да, и уносить каждый день. Вот здесь человек выкладывается по хромной программе. И давайте представим, что ты пришел в Эйфлэйн и выкладываешься точно так же, как вот здесь. Что это принимать у себя. Ну, и представим картину, что ты растешь вот как по карьерной лестнице. В первый месяц ты вышел на 3% и тебе начислили там... Сколько у нас на 3%? Почему? Ну, это 200 рублей. Да? А где где-то 200? Не считай. Ничего не считай, мы только по маркетинг-плану выплаты. Да? По маркетинг-плану тебе в первый месяц заплатили 200 рублей. Во второй месяц ты вышел на 6% и тебе выплатили там 600 рублей. Третий каталог ты вышел на 9% и тебе выплатили там 1500 рублей. Четвертый каталог ты вышел на 12% и тебе заплатили там 4000 рублей. Пятый месяц, ты вышел на 15% и тебе заплатили 8000 рублей. А тот, кто на работе, он ржет. Шестой каталог, вышел на 18% и тебе выплатили 15000 рублей. Седьмой каталог, ты выходишь на 22% и тебе выплачивают, пускай, 25000 рублей. И дальше, пускай даже у тебя доход не увеличивается. Пускай вот на протяжении следующих десяти каталогных периодов, к кому плане, тебе будет платить 25000 рублей. Это прям, кто-то, можно сказать, вообще ничего не делает, да? 25, 25, 25, 10 каталогов. Десять каталогов туда вниз, по 25 тысяч. Десять на 25, это 250, плюс 25, это 275, плюс премия 1000 долларов, это... 320, 330, по минимуму. 330, 345, 350, ну, пускай, 355 тысяч рублей по итогу года. Артём, а в том году? Ну, я даже его не считаю, я вообще самый минимум, пускай даже самый минимум. 355, здесь 245. Я говорю, как думаешь, вот если в годом вот так мерить, 245 и 355, разница ощутимая, вот эти 100 тысяч рублей, это одна треть. Одна треть в зарплате, одна треть, это, скажем так, прибавить каждые двадцатки 7 тысяч рублей. Ты бы нашёл, куда эти 7 тысяч применить? Ну да, наверное, нашёл. Я говорю, давай так, дальше пощекаем. Следующий год берём. Здесь у тебя год начнётся со стольки. С двадцати. Здесь с минуса, потому что ты этот минус за год не отобьёшь. А здесь у тебя этот год начнётся, скорее всего, не с 25, а, скорее всего, с 50. Но вот здесь мы брали по минимуму, потому что человек вообще не рос, все 10 каталогов. То есть он просто вот вышел и просто удерживал свой результат. За эти 10 месяцев у него уже менеджеры подрастут, да, и, скорее всего, на следующий год они выйдут. То есть, скорее всего, у него даже здесь будет не 50, а 70, 80 или 100 тысяч рублей. Если человек выкладывается как вот здесь, да, и лучше, чем вот здесь. И вот просто посчитайте 50, 50 на 75, ой, на 75, на 17, 50 на 17. Это уже 850 тысяч в следующем году общий доход с АЗО. Три года наёмной работы. Четыре года наёмной работы. Четыре года за один следующий год. Я говорю, на сколько у вас жизнь поменяется? Я говорю, вы видите, вот здесь было смешно, да, особенно ему. Он же отходил, 20 тысяч получил, а ты всего 200 рублей. Отходил, 20 тысяч получил, а ты всего 600 рублей. И так далее. И вот он, скорее всего, смеялся, ему, скорее всего, было весело. Типа, ну-ну, работал за 200 рублей, ну-ну, работал за 600 рублей. А вот здесь ему уже не смешно. И вот об этом нужно с людьми разговаривать. Вот таблицу вот эту рисуете просто человеку и говорите, ты вправе решать сам. Я тебе просто таблицу выдал, да, то есть посмотри. И человеку будет понятно, да, что у нас за предложение. Чисто будет. Надо проговаривать, что здесь это не халява. Это не то, что ты пришел, ничего не делаешь, и у тебя вдруг посыпались деньги. Ты точно так же, как и здесь, вкалываешь. Вкалываешь. Но имеешь результат в разы больше, ниже здесь, ниже здесь, ниже здесь. Вот. А...